Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Я рисовал картину, чтобы она помогала всем, кто болеет коронавирусом. На ней нарисована радуга на холмике, на котором играют лайчата с собакой. Это рука, протягивающая иероглиф «Любовь». Ты бы хотела, чтобы этот вирус и сейчас? Конечно. Через свои рисунки дети передавали слова поддержки китайскому народу. Во Владивостоке прошла акция «Рука об руку, сердце к сердцу», посвященная борьбе с коронавирусом. Десятки детей старательно изображали цветы, радугу и животных. Дети – это лекарства, дети – это эмоции, дети – это улыбки. Рисунки, которые они рисуют, мы сможем, самое главное, не просто донести их, показать их Китаю. Мы сможем повесить их в палатах больных. Мы сможем эти рисунки отдать врачам, чтобы подбодрить их. Хань зая, джунгло зая. Каждый рисунок – обращение к китайскому народу, своего рода поддержка китайских врачей и их пациентов. В акции приняли участие школы, художественные студии, университеты. Болезнь коронавирус никого не оставила равнодушным. Дети наши желают скорейшего выздоровления, победы над вирусом, а врачам, которые борются с пациентами, скорейшего возвращения в свои семьи. Эту работу мы сделали всем классам. Девиз, акции – рука к руке, сердце к сердцу. К этому рисунку каждый прилавил свою руку. В знак поддержки китайских врачей и китайских жителей мы всем желаем. Врачам терпения, а жителям, конечно же, выздоровления. Свои слова благодарности детям высказал и генеральный консул КНР во Владивостоке. Он лично наблюдал, как дети создавали свои рисунки. Действительно ощущаю поддержку со стороны российского народа и со стороны населения Приморского края. Эта поддержка для нас очень-очень важна. Очень благодарна, очень тронута вашей поддержке. Все рисунки, а их количество измеряется в сотнях, отправятся в Китай врачам и больным. Дети верят, что благодаря картинам у жителей Поднебесной появятся дополнительные силы и настрой на борьбу с болезнью. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Глава города Артем Александр Авдеев написал заявление об уходе с поста, сообщают РИА Новости. Исполнять его обязанности назначен Вячеслав Квон, глава Спаска Дальнего. Накануне Артем с визитом посетил глава Приморья Олег Кожемяка. По данным правительства региона, во время встречи он напомнил Авдееву, что год назад давал поручение проработать вопрос благоустройства второй плотины на реке Озерные ключи. Где сейчас пустырь? До сих пор вопрос не решен. Глава региона также поручил руководству города наладить диалог с населением. В 2020 году в Артемовском городском округе с учетом мнения местных жителей благоустроят 34 двора и два сквера. Сразу две общественные территории в городе преобразятся благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В районе 17-го километра появится парк возле ЗАГСа «Сквер». Национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году охватят 9 улиц Артема. Еще 40 миллионов рублей на ремонт дорог муниципалитету направлено дополнительно из краевого бюджета. А мэр Владивостока Олег Гуменюк на деловом завтраке с предпринимателями рассказал о том, как планируется проводить благоустройство пляжей, скверов и будет ли строиться в КАД, сообщает информагентство ВладНьюз. В городе уже возводится около 10 новых скверов. Их общее число на данный момент 64. Первым обновится парк Минного городка. Там обустроят новые лестницы, поставят скамейки и многое другое. В парке обновят и озеро. Оно будет регулярно очищаться. Парковки будут также предусмотрены. В этом году начнут благоустраивать и Покровский парк. Кроме того, мэр подчеркнул, что в течение трех лет на каждой улице Героев Советского Союза будет стоять сквер. Затронул мэр и тему развития бизнеса и благоустройства городских пляжей. Так он пообещал предоставить визуальный макет пляжа на набережной. И также подвести инфраструктуру на некоторые территории Русского острова. По поводу Владивостокской кольцевой автодороги отмечено, что она обязательно будет. Но не такой, как планировалось изначально. Во Владивостоке назревает очередной мусорный конфликт. Так, горы пакетов образовались по ряду адресов на Сахалинской, Добровольского, Некрасовской и другим. В социальных сетях жители Владивостока жалуются на то, что не могут дозвониться до оператора. Однако связывают такую ситуацию со сложностями в проезде по дворам после снегопада. Напомню, в начале января в городе уже возникала мусорная проблема. Отходы не вывозились. Тогда край перешел на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. При этом в Приморье за неубранный мусор после снегопада уже наказали 25 должностных лиц. Те, кто допустил такую ситуацию, будут оштрафованы. Сумма штрафов уже превысила 300 тысяч рублей. По словам специалистов, из-за прошедшего снега и несвоевременной расчистки проездов мусорные машины не смогли проехать к контейнерным площадкам. Прокуратура вмешалась в уборку снега во Владивостоке. Сейчас организованы проверки на предмет соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Специалисты дадут оценку деятельности уполномоченных органов, которые ответственны за ликвидацию последствий непогоды. Также прокуратура проверит количество сил и средств для уборки. Напомню, серьезный снегопад на прошлой неделе вызвал проблемы с передвижением по Владивостоку. Несмотря на то, что основные магистрали убрали быстро, проезд во дворах города все еще остается затрудненным. Порядок на этих территориях наводят управляющие компании ТСЖ и ЖСК. За их работой следят специальные комиссии. Похоронный некрополь во Владивостоке хотят реорганизовать. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании Думы города. Депутаты заслушали отчет председателя контрольно-счетной палаты об оценке эффективности деятельности МУПов, а также их целесообразности, сообщает ВладНьюз. Так, в конце прошлого года было сокращено количество действующих предприятий. Их осталось 10. За прошлый год они принесли в городской бюджет прибыль в размере 13 миллионов рублей. И около 10% пришлось на похоронное предприятие «Некрополь». Напомню, в начале августа 2019-го в офисе на Партизанском проспекте прошли обыски. Была изъята рабочая документация предприятия за 2015-2017 годы. Руководителя Игоря Бобынина тогда задержали и обвинили в получении взятки. Вопросы к работе МУПа возникали еще до обысков. Сейчас рассматривается вариант реорганизации МУПа. Его хотят преобразовать в учреждение. К слову, во Владивостоке появилась похоронная кампания для животных. А именно по изготовлению гробов для питомцев. На страничке в социальной сети компания предлагает изделия из дерева из линейки «Кош-классика». Рекламный слоган гласит «Думаем не только о людях». Крышки кошачьих гробов украшены выжженным рисунком крылатого кота, который летит вверх. А для собак на внешней стороне выжжены следы лап, внутри обивка и даже подушка. Отмечу, приморцы положительно отнеслись к такой идее. В комментариях в соцсетях люди оставляют позитивные отзывы. Первые умные пассажирские вагоны появились в поезде «Владивосток-Москва». Состав уже отправился в путь в ночь с 20 на 21 февраля. Новые вагоны обеспечивают повышенный уровень комфорта. В каждом есть душ, кондиционеры, биотуалеты, розетки и USB-порты в личном пользовании пассажиров. Новая планировка внутреннего пространства позволила оборудовать сервисные зоны с аппаратами для продажи холодных и горячих напитков, закусок, а также специальными аппаратами для фильтрации, охлаждения и нагрева воды. Также вагоны оборудованы душевыми кабинами. Пассажиры купейных вагонов могут воспользоваться персональными сейфами. Все раковины оснащены сенсорами и электросушилками для рук. В туалетах предусмотрены пеленальные столики. Следующий обновленный состав сообщением «Владивосток-Москва» отправится в путь уже 24 февраля. А к концу апреля будут обновлены все пассажирские вагоны по данному направлению. Тютчево, Бианки, Галичное. Новые улицы появились в дальневосточной столице. Всего их шесть. Наименование присвоили на очередном заседании комиссии по городской топонимике. Так, на Русском острове теперь есть улица Ворошиловская батарея, ведущая к одноименному мемориальному комплексу. Также в районе пограничной острова Рейники теперь можно найти улицу Галичную, а в районе Пришвина есть улица Бианки. Напомню, в комиссию по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды, интерьеры, инженерная школа ДВФУ и другие. Специалисты изучают архивные данные, документы по городской топонимике, проводят анализ актуальных названий. Не успел город прийти в себя после одного снегопада, как к Приморью подошел очередной циклон. Так, ночью днем 22 февраля на большей территории края пройдут умеренные местами сильные осадки. Службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность. Жители и гости региона просят воздержаться от поездок. По информации Примгидрометов, в крае ожидается снег. На юге побережье с дождем количество осадков от 15 до 35 миллиметров. На востоке края днем 22 и ночью 23 февраля местами ожидается очень сильный снег. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, отложениями мокрого снега. Усилится ветер на побережье порывами до 20-25 метров в секунду. Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова